Ну а теперь рубрика «Без происшествий». Коллега Илья Кошкин провел эксперимент и выяснил, какое средство «Антидождь» действительно работает. Всем привет! Меня зовут Илья Кошкин и это рубрика «Без происшествий». И сегодня мы проверяем средства «Антидождь», сделанные своими руками. Наши кандидаты это силиконовая смазка, парафиновая свеча и кондиционер для белья. Все эти средства мы нашли или дома, или в гараже. Стекло мы предварительно подготовили, очистили его от грязи и разделили на четыре части. Одна из них будет контрольной, без средства «Антидождь». Первое средство у нас силиконовая смазка. Наносим на стекло с помощью губки. Далее используем парафиновую свечу. Ее нужно измельчить и залить растворителем. Парафин нанесли. Сейчас ждем несколько минут, когда растворитель улетучится и протираем данную часть сухими салфетками. Ну и последнее средство – это кондиционер для белья. Разводим его в воде и также с помощью губки наносим на стекло. Все наши средства «Антидождь» на стекле и мы переходим к испытаниям. Итак, наши испытания закончены. Какой можно сделать вывод? Вода на контрольной части без обработки скатывается и оставляет после себя следы, как и в повседневной жизни. Далее у нас идет силиконовая смазка. Здесь вода уже собралась капельками, но их довольно-таки много. На скорости они могут подниматься наверх, но средства плюс-минус рабочие. Далее у нас идет парафин. Вода здесь собралась тонким слоем. Через стекло все видно, но это довольно-таки опасно, поскольку идет искажение изображения. И данный способ самый долгий. Ну и последнее средство – кондиционер для белья. На этой части капель намного меньше, чем на остальных. На скорости они точно поднимутся наверх. Все наши участники работают, ну а самое лучшее средство сегодня оказалось – кондиционер для белья. И если вы хотите сэкономить, то выбирайте его, наливайте пару колпачков в бачок омывателя, и стекло останется чистым. Меня зовут Илья Кушкин. Это рубрика «Без происшествий». Субтитры создавал DimaTorzok